На годовое собрание Басарабянского общества охотников и рыболовов пришло 26 делегатов из 35. Собравшимся предстояло в первую очередь выбрать председателя и секретаря заседания. Это и послужило поводом для разногласий между членами общества. Я предлагаю выбрать председателя собрания господина Артима Мигела Георгиевича и секретарь выбрать Скубивала. Я предлагаю кандидатуру на председателя собрания Колесниченко Юру и секретарю Собаклия Вячеслава Батырнака. Согласно всему закону, все предложения должны происходить от коллектива, не от руководящих, не от членов совета. Соответственно, вы не имеете права, вы не имеете права, и он не имеет права предлагать. Согласно уставу, я не член совета. Я для тобой охотник. Вы штатный сотрудник. Давайте выберем отдельно секретаря и отдельно председателя собрания. И отдельно за них проголосуем. Давайте с этой стороны один человек будет, с этой стороны будет другой человек. Предлагайте свою кандидатуру, предлагаем свою кандидатуру. Я понимаю, что не две партии, но ругаются из-за этого, на самом деле. После продолжительных дискуссий за то, чтобы Михаил Харти вёл собрание, а Виталий Скобиуало фиксировал всё, что происходит, проголосовало 20 делегатов. Приступив к своим полномочиям, председатель ознакомил членов общества с повесткой дня, где значилось три вопроса. Отчёт совета за прошедший год, отчёт менеджера и информация о результатах проверки ревизионной комиссии. Какие предложения есть по повестке дня? Я предлагаю добавить в разное обсуждение взносов, которые мы платьями не ходим на охоту. Я предлагаю поднять вопрос о действии некоторых наших представителей, которые поехали в Чемишлию, хотели развалить наше общество. По пункту 3.8. Представившись членами бюро, такими не являясь, поехали и решили развалить наше общество. Чтобы развеять те слухи, которые возникли в отношении председателя бюро нашего, якобы его браконьерской деятельности, уже после того случая, ещё два случая, я хотел, чтобы он развеял все эти сомнения и доложил собранию, что было и как он вышел с этого положения, если вышел. Председатель собрания предложил также рассмотреть вопрос о смене руководства в обществе охотников и рыболовов. Но Виктор Лепкан посчитал эти действия незаконными. Вы имеете решение о дальнейшем его пребывании как председатель совета? Вы на прямую нарушаете устав согласно конференции. Были избраны в совет и председателя на 5 лет. Вы не можете сейчас переизбирать меня или вставать на вопрос. Мы имеем право... 2-3 нужно для проведения в действии конференции. Написано, что первичная организация – это закон. Организация является первичной организацией. Прочитайте, пожалуйста. В ходе обсуждений было предложено переизбрать председателя заседания. Данное предложение вызвало ещё большее недовольство делегатов. И они покинули зал. Мы попытались провести годовое собрание детального подозрения общества охотников Бессарабского района. У кое-кого, значит, немножко может настроение было сюда не совсем. Где-то кто-то перенервничал, кто-то, значит, хотел какие-то свои узкие интересы где-то провернуть, пропустить. Поэтому это всё пошло боком. Своё мнение по поводу всего произошедшего высказали и члены общества охотников и рыболовов. Были подняты несколько вопросов, которые мы так и не определили, можем ли мы их нести в повестку дня и имеет ли право это быть на этом заседании. Из-за этого, собственно говоря, и разгорелся спор. Люди разругались. Мы вышли для того, чтобы успокоиться. Так этого и не произошло. Я думаю, что придётся собраться ещё раз для того, чтобы всё это всё-таки закончить. Собрание не состоялось в связи с тем, что некоторые делегаты со стороны председателя совета вышли из зала и не были согласны с повесткой дня. Как Вы считаете, действующие руководители общества справляются со своими обязанностями? Я считаю, что человек работает, человек старается, человек развивается. Он выступает как наш представитель в республиканском обществе. Он защищает наши интересы. Я считаю, что он справляется со своими обязанностями. Основная проблема – председатель. Потому что он замешан в очень культурных и нехороших его действиях. И другие вопросы о его личном поведении в коллективе и с охотниками. На данный момент в районе Басарабяска 139 членов общества охотников и рыболовов.